это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня за чеканился рязанец руслан немировский установил рекорд россии по набиванию мяча мохнатый агрессор и шелкопряд продолжает уничтожать рязанские деревья прибавить в интенсивности павел молков на правительстве обозначил новые ориентиры рязанец руслан немировский установил новый рекорд россии по чеканке меча и это событие уже наделало много шума предыдущее достижение держалось 8 лет и пусть личный рекорд у учителя школы 360 вдвое больше показать результат под давлением мало у кого выходит руслана получилось рекорд россии побит продолжай продолжай дальше в свое удовольствие 16 июня село поляны территория школы 360 организаторов события к этому рекорду местный учитель руслан немировский готовился три с половиной месяца шел наверное всю жизнь говорит технику набивания мяча для себя определил сразу и старался не терять концентрацию старался пяткой посильнее бить чтобы отлечься массажировал сам себе спину потому что тяжело было одном положении смотреть вниз и набивать мяч этот рекорд до руслана футбольные фристайлеры не могли побить 8 лет итоговый результат 3 часа 46 минут 36 секунд это примерно 28 тысяч набитий мяча главный редактор и основатель книги рекордов россии станислав коненко не скрывал эмоций хочу поздравить во-первых рязань с установлением этого рекорда теперь этот рекорд прям движет рязани все мальчишки кто увидели этот рекорд естественно побежали за мячами и начали тренироваться по крайней мере узнать сколько они могут если кому-то может показаться что рекорд дался руслану легко то попробуйте почеканить мяч ну хотя бы минут десять физиология возьмет свое а руслану еще надоедали жужжащие насекомые да и под психологическим давлением говорит выступать очень непросто где-то в промежутке сейчас 40 до двух двадцати уже были судороги в ногах то есть уже было очень сложно набивать мяч на тем не менее вроде как находил себе силы и на последние 30 минут вышли все педагоги учителям наша школа 360 и я слышал как они поддерживают шепотом но я слышал их слова слышал слезы радости уже когда рекорд был поставлен сложно было больше сложно морально вот это вот считать концентрироваться даже не столько физически физически ты может быть готов но секунда ослабление концентрации все мяч падает и второй попытки уже не будет мало кто отваживается на установку рекордов присутствия эксперта заявил главный редактор книги рекордов россии станислав коненко на награждение слишком высоки риски руслан немировский с ними справился впрочем на этом он вряд ли остановится вот буквально сегодня смотрел книгу рекордов россии нашел порядка пяти шести рекордов по чеканки мяча на расстоянии чеканка мяча стену головой чеканка мяча принципе головой и еще много рекордов которые я хотел бы перебить и поставить свои личные рекорды которых еще даже никто не ставил я хочу заявить о себе а еще руслан немировский прекрасный футбольный фристайлер техника владения мячом на уровне профессиональных цирковых номеров в этой области похоже рекорды тоже скоро не устоят соцсети уже практически ежедневно заполняются видео которые люди снимают прямо в своих дворах на деревьях и кустарниках стенах и крышах домов заборах и колодцах везде нашествие шелкопряда больше всего досталось клепяковскому району в границе которого находится национальный парк мещерске там гусеницы можно сказать доедают последние деревья но тревогу начинают бить и в рязанском районе и даже в самой рязани этим летом леса клепяковского района напоминают живые декорации для фильма ужасов да и сам сюжет уже готов пораженные полчищами гусениц деревья в середине июня стоят абсолютно голыми листьев нет а если оказаться рядом можно услышать громкий неприятный звук похожий на чавканье насекомые почти полностью съедают кроны деревьев мин природы говорит что при однократном частичном или даже полном объедании лиственных насаждений угрозы гибели деревьев маловероятно впервые очаг вредителей леса выявили осенью 2021 года уже тогда министерство велело провести ряд мероприятий по уничтожению или подавлению численности насекомых но это не сработало жительница клепяковского района ольга юрьевна просит защитить леса от вредителей от непарного шелкопряда вот пишет что лес в этом году не обрабатывали деревья голые все в черных гусеницах причем на эту тему я видел обращение сообщение еще из салочи из кассимовского района вопрос к министерству природопользования как у нас там ситуация что делать уважаемый павел викторович уважаемые участники заседания по результатам осенней инвентаризации центром защиты леса рязанской области в 21 году был выявлен на очах непарного шелкопряда после этого министерством была проведена работа и направлена заявка в рослисхоз на выделение денежных средств денежные средства были выделены министерством проведена работа по обработке данных участков была в 22 году площадь участка составила почти 2000 гектар значит в 22 году также по итогам осенней инвентаризации был выявлен на очах но заявка министерством не направлялась связи с малоэффективностью проведения мероприятия как данные участки находились в особо защитных участках леса которые входят в водоохранные зоны при ограниченной территории с населенными пунктами где проведение мероприятий с учетом применения химии пестицидов и гербицидов законодательством запрещены в таких водоохранных зонах больше всего расплодились гусеницы вот кадры сегдинского озера площадь распространения вредителя уже впечатляет гусеницы непарного шелкопряда обнаружены в частных хозяйствах на территории рязани клепяковского спасского и рязанского районов мало насаждений которые не оказались под ударом от центра защиты леса рязанской области будет подана заявка в рослесоскоз и в двадцать четвертом году планируется мероприятие по обработке непарного шелкопряда это я прямо сейчас вот люди говорят что определенные территории уже поражены сейчас возможно дальнейшее распространение этих пораженных территорий нет они сейчас начнут уже окукливаться и дальнейшее распространение маловероятно с увеличением среднегодовых температур вредителям леса легче стало переносить зимовку и как можно видеть невооруженным взглядом окукливаться они пока не собираются и продолжают распространяться на новые и новые территории гусеницы вредителя повреждают более 300 видов древесных и кустарниковых растений в том числе и плодовых настоящее время в регионе наблюдается стремительное увеличение численности и следов вредоносной деятельности непарного шелкопряда рекомендуемые методы борьбы если вы заметили гусениц на своем участке только механически снимать счищать кладки яиц и сжигать а вот какую борьбу предлагают местные власти к этой теме мы непременно вернемся в наших сюжетах уже в ближайшие дни три четверти земли в индустриальном парке рязанске уже распределили по инвесторам поэтому проект уже можно назвать удачным а интенсивность работы нужно повышать об этом сегодня на правительстве заявил губернатор павел молков за ориентир дальнейшей работы он призвал взять выступление владимира путина на петербургском экономическом форуме итоги поездки рязанской делегации на петербургский экономический форум можно назвать успешными более 50 соглашений половина из них чистые инвестиции в экономику региона а это новые промышленные предприятия проекты в сельском хозяйстве и фармацевтики впрочем было еще сближение с федеральным центром есть новые дополнительные договоренности которые появились прямо там на форуме но собственно этим он и ценен что можно всех в одном месте найти встретить вот теперь важно зафиксировать все эти договоренности каждую из них воплотить в жизнь еще коллеги я думаю что вы все очень внимательно послушали выступление президента на форуме по сути это программа социально-экономического развития страны на ближайшие годы и мы должны на нее тоже ориентироваться при развитии региона в резаре продолжают обновлять общественный транспорт в город уже прибыли 39 автобусов и они уже сегодня вышли на линию 13 16 17 самые загруженные городские маршруты мы 39 автобусов вручили вчера у нас по этому контракту предусмотрены еще восемь автобусов которые мы получим плюс мы получим 25 автобусов еще за счет специальных казначейских кредитов и 20 за счет то есть 45 автобусов топ тема всех обращений в соцсетях ремонт теплотрассы на первомайском проспекте здесь работы идут строго по графику и это как раз павлу молкову понравилось а вот то что автолюбители едут по проспекту под кирпич нет и с этим он попросил разобраться отдельно спонсором ежедневной информационной программы день города является выставка продажа икра и рыба камчатская вкусные свежие морепродукты к вашему столу все это можно приобрести у торгового центра премьер традиционно в третье воскресенье июня в россии отмечают день медицинского работника как раз важная часть льгот социального фонда россии предоставляется именно им одна из них досрочный выход на пенсию фонде рассказали как это работает и сколько человек получает льготы больше шести с половиной тысяч медиков в рязани получают досрочные пенсии об этом сообщили в региональном соцфонде медработники по-прежнему имеют право на досрочное назначение страховой пенсии основной параметр выработанный стаж тем не менее сначала пенсионной реформы то есть с 19 года выплаты врачам и среднему медперсоналу постепенно переносят а вот для представителей должностей из списка вредного производства право на досрочную пенсию сохраняется это например хирург анестезиолог и так далее списки можно посмотреть в интернете кроме того освоир по рязанской области осуществляет перечисление специальных социальных выплат медработникам установленных правительством российской федерации с января 2023 года на данный момент средства на общую сумму свыше 202 миллионов рублей перечислены более 5000 медицинских работников рязанской области в сфер отметили что досрочная пенсия также назначается в том случае если условия труда либо подтверждены результатами аттестации рабочих мест либо соответствует вредному или опасному классу условий труда выплаты осуществляются на основании сведений направленных медицинскими организациями выделения социального фонда россии по рязанской области серебром вернулись недавно из казани юные воспитанники рязанской футбольной школы юниор мальчашки провели самый настоящий чемпионат из девяти туров и уступили лишь в финале впрочем для руководства школы сегодня все награды вещи вторичные здесь стараются прививать ребятам в первую очередь командный дух и чувство локтя на поляне радиотехнического университета обычная тренировка футбольной школы юниор сразу нескольких возрастных групп оттачивают мастерство паса сегодня в крупнейшей частной футбольной школе рязани азы футбола постигают более 500 ребят открыты четыре филиала философия игры которую здесь прививают это не столько победа любой ценой сколько воспитание командного духа и всестороннее развитие юного футболиста основная наша миссия скажем так это юниор это футбол который нравится детям детям нравится делать то что они хорошо получаются по этой причине мы собственно делаем не одну группу филиале а там две или если позволяет то три группы ведет как правило эти группы один тренер то есть что это дает это дети любят своего тренера потому что в младших возрастах смена тренеров это такой болезненный процесс для детей конечно тренер для ребят фигура знаковая свой футбольный путь здесь малыши начинают с трех лет и часто именно наставник берет на себя еще и отеческую функцию захар черных в недавнем прошлом профессиональный футболист преподает в школе уже пять лет говорит иногда приходят даже дети которые разговаривают с трудом поэтому одна из главных задач для тренерского штаба это социализация ребенка ну и конечно воспитание самое главное объединить их показать им научить чему-то то есть каким-то базовым аспектом так скажем вот ну и соответственно командный дух развить потому что для них это для многих очень такой ну переломный тяжелый момент так как некоторые тренировки там они бывают проходят без родителей вот и поэтому как бы тут не только футбольный план на первом месте скажем так психологическая работа понятно что спортивные результаты вещь тоже немаловажная совсем недавно на городских соревнованиях юниор пятнадцатого года рождения взял серебро безусловный успех второе место и в межрегиональном турнире в казани вот только спешить футбольной школе юниор не принято и каждую возрастную группу к таким турнирам подводят аккуратно нам важно эмоциональных постепенно готовить чтобы они там по 20 по 30 0 не проигрывали и родители не расстраивались и все удержать футболе в спорте максимальное продолжение потому что темп развития у детей разность абсолютно а наши реалии к сожалению все заточены на результат то есть вот если дает тренер и команда результат значит тренер хороший а на самом деле все не так мне лично как руководителю и и моей команде всей наличие кубков и каких-то призовых мест она приятно она симпатична это не сама цель из-за которой нужно орать на детей требовать от них каких-то невозможных вещей там как-то себя вести возбужденный излишне все турнир это некий срез готовности детей в отдельно взятый промежуток времени один из творцов казанского успеха юный форвард егор горинов он лучший бомбардир рязанцев на его счету 11 мячей по словам егора изнуряющий турнир из десяти команд рязанцы прошли спокойно но в финале вмешался объективный фактор и рассуждает он об этом довольно зрело мы в принципе не боялись турнира финале очень жестко сыграли ливень был в дождь играли и поэтому не удалось показать на что способны скользко было мяч скользкий набор футбольную школу юниор проводят обычно в августе сразу после летних сборов учитывая что филиалов у школы 4 во всех районах города проблем с логистикой нет так что если вы еще думаете куда отдавать ребенка футбольная школа юниор самый правильный выбор с высокой тренерской квалификации на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62 . tv на наших страничках в соцсетях всего доброго рязань встречай свежий улов прямо с камчатки чавыча красная икра белорывица все производителя с 19 по 24 июня т.ц премьер